Добрый день, господин Лемберкс. Пришла очередная видеосессия, в рамках которой мы рассмотрим актуальный вопрос венсполчан. И первый вопрос такого республиканского масштаба. Профс на портале спрашивает, как вы оцениваете предложение переизбрать Андриса Яунс Лейниса на должности главы Латвийского союза самоуправлений? Было время, когда Рига вышла из союза, Венсполчан тоже высказывал такую возможность. Ну, в союзе состоит, в союзе самоуправлений состоит 119 самоуправлений, среди них 9 больших городов. Есть там и крупные образования сельские, но много и маленьких. И, конечно, Яунс Лейнис, руководя такой разношерстной организацией, где у многих интересов не совсем совпадают, ему непросто. Но он опытный руководитель, хорошо знает отрасль, самоуправление, сам является депутатом самоуправления с тот самого Ленспольского района. Я думаю, это хороший такой результат. Он человек взвешенный, и там какие-то перемены, какого-то политика могла бы привести к расколу, полному расколу самоправлений. Одновременно, конечно, мы ожидаем более такого жесткого защиты интересов самоправлений, потому что правительство уже третий год отнимает деньги в самоуправлении, тратить их на то, на Айбалтик, то на Лепа и Сметалокс долги банкам, которые платить. В этом году отняли в самоуправлении 30 миллионов, да, и, значит, собрание самоуправления якобы согласилось с этим. Рига в знак протеста вышла из союза самоуправлений. Вот. На следующий год планируется, что государство возьмет деньги, отберет деньги в его самоуправлении, это 40-50 миллионов. Вот. Снижение налогов по доходам налога населения идет за счет самоуправлений, необлагаемый минимум за счет самоуправлений, за изживенция, там, скидки, за счет самоуправлений, да. Хотя налоги платятся, трудовые налоги и социальный налог, это тоже налог на рабочую силу, и вот, а там не снижается, а тот налог, социальный налог, весь идет государственный бюджет. Это главное, над чем надо работать. Надо сказать, что на сегодняшний день в Латвии система самоуправления не существует по своему содержанию. Самоуправление это тогда, когда оно избирается, значит, конечно, гражданами, но этим это начинается, оно не заканчивается. Если у самоуправления нет своих стабильных, долгосрочных доходной базы, стабильных налог, за счет которых она получает доходы, то самоуправления не существует. Потому что она не может, не имея стабильных доходов, она не может планировать стабильные расходы, она не может брать какие-то займы, да. То есть это бутафории получается. Это, получается, местные советы советского понимания, да, где не было самоуправлений. Когда исполком, это придаток Совету министров Латвийской ССР. Ну вот сегодня по этому пути идет правительство Домбровской ССР, ликвидируя, демонтируя те завоевания, которые, демократические завоевания, которые были достигнуты в результате перемен 1990-1991 годов, когда Латвия получила независимость, да. Ну и здесь в таких кризисных ситуациях, да, роль этого союза управления очень велика, и, конечно, ответственность Ярославльича тоже высока. Ну вот, мы ожидаем энергичной работы с его стороны. Спасибо вам за ответ. Римич на портале Ventus Balls пишет, на следующей неделе состоится мотопраздник клуба Родео. Хочу поблагодарить Родео и Арвиса Сандерса за то, что этот вид спорта функционирует в нашем городе. Но автор этого сообщения очень хочет, чтобы в Венсполсе когда-нибудь была своя мототрасса, наподобие Дзинтерьюры когдашней. Тем более, что Венсполс знаменит гонщиками мирового уровня. Также, пользуясь случаем, он передает поздравления всем фанатам и друзьям мотоспорта. Да. Ну, во-первых, мы лет 10 назад рассматривали такую идею насчет мототрассы. Как для мотоциклов, так и для автомобилей. Ну, то, что они там написали, мы посчитали, это стоит 6 миллионов лад вложений. Мы такого позволить себе не можем. Сейчас каждый год создается трасса для вот этой кубка Венбункерса на нашей горы. И в этом году, 10 августа, такая трасса сейчас как раз создается. Сознезания там состоятся зрелищные, хорошо прозревают, ну, они видны. Вот. И все это красиво, но это последний год в этом месте, потому что ширина горы, она такая, как она будет до максимума. И тогда надо будет следующий год, мы должны на другой стороне где-то эту трассу создавать для этих соревнований. Мы поддерживаем клуб Родео, мы каждый год даем, по-моему, 4 или 5 тысяч лад, вот, поддержку этого вида спорта. Но, конечно, мы очень благодарны этому общественному клубу, и мы его всячески поддерживаем. Вот. Но насчет этой трассы, такая, как она была в советское время, это не соответствует никаким требованиям, точно безопасности. Вот. Ну, пока мы видим, мы видим, что эти создания могут проходить каждый раз в этой горе, но, может быть, в другом месте. Может быть, со временем такая трасса может быть создана, но там очень много, как вы начинаете смотреть там, начиная, где машины ставить, это все-таки город, это инфраструктура вся, да, обслуживание, вода, канализация, там, помыться, побриться и так далее, и так далее. Это кажется все очень просто, но это все стоит большие деньги. Вопрос для нескольких соревнований, которые проходят в год, надо ли, можем мы себе позволить такие большие расходы. Ну, такой вот, такая проблематика. Андрис на портале спрашивает, что будет на месте старой снесенной поликлиники на улице Уденс? Там большой участок, может, там построить стоянку? Нет, нет, мы против такой стоянки там, это там историческая улица, мы за то, что там был заново построен дом с таким же фасадом, как и там дом, и несколько домов, которые были. Вот, мы это будем стимулировать. Мы хотим, чтобы вот эта красная линия домов, которая там была, чтобы она была восстановлена. Мы это будем стимулировать, может быть, какие-то отдельные дома, может быть, даже самоуправление восстановит. Заны на портале пишет, в мае было интересное мероприятие, пятничная вечерняя прогулка. Может, повторить это летом, пока еще тепло? Да, первый раз такое проводилось, она действительно удалась, правда, была хорошая погода. Вот, сейчас планируется на 16 августа, да, но, конечно, август это походные условия, тоже такие, ну, как можно получиться, может не получиться. Но, я думаю, успех той, первой, майской, дает такие обоснования говорить о том, что такие мероприятия должны, наверное, проводиться регулярно. Райтис на портале спрашивает про велодержатели, самоуправление их устанавливает и у предприятий общепитов, или же это делают сами предприятия? Нет, это должны делать и сами предприятия. Мы устанавливаем у наших учреждений, спортивных баз, общественных, то, что самоуправление у наших предприятий, парки, скверы и так и далее. Там, где есть частные предприятия, которые общественно используются, государственные разные конторы, они должны сами устанавливать. У нас по правилам, что если что-то новое строится, там обязательно дается указание, что нужно делать эти держатели велосипедов. Но вопрос идет о том, а то, что делать, а как, то, что уже имеется. Вот. Я предложил дополнить наши правила, что есть какой-то срок, когда там, где общественно пользуются какими-то услугами, государственными или частными, как питание, там должно быть определенное время, не знаю, год-два установлены эти держатели велосипедов, как обязательные условия. Но это нельзя требовать, чтобы через неделю сделать, но правила такие поручены, чтобы были проекты разработаны, мы на Думе его будем смотреть тогда. Также некто на портале пишет, узнал, что парк Саркан-Муйжас хотят переделать в очередной детский парк. Разве у нас недостаточно игровых и детских площадок? Можно ли в интернете ознакомиться с этим проектом? Сам автор хотел бы видеть там парк наподобие сада Рэнси, с тропинками и скамейками. Также он пишет, что сейчас это популярное место для собачников, именно Саркан-Муйжас парк. Ну, это пляво, как просто. Лук. Лук, да. Но этот лук, он там, я езжу регулярно, но я не видел, что там люди гуляли, там нет ничего для этого. Ну, если кто-то с собачкой побегает, да, но это другой вопрос. Этот лук, он как он был, так он есть, когда выпадает больше осадок, там довольно мокро. Вот это самый центр города, и это место у нас резервировано под общественно значимым какое-то сооружением, но пока у нас таких планов, что там строить нет. Тем более, ну, правда, один есть, но мы думаем, что его надо строить прямо напротив, когда переезжает мост. Там есть такой лук. Ну, вот, и потому у нас родилась идея, это все-таки центр, чтобы не было такая никому как бы ненужный лук, что там создать парк, но чтобы деревья там были такие, которые разноцветными листвами, которые бы цвели, то есть не просто вот береза, вот, потом кусты тоже, чтобы они цвели. Один заканчивает, другой начинает, и так он постоянно в каком-то цветах, листья, может быть, к осени меняли бы свой цвет, то есть такой красочный парк. Ну, и много-много годовые эти цветы. И текучего года. То есть, вот это номер один, как цветучий, где бы погулять, отдохнуть. Тем более, вокруг много, большие, многоэтажные жилые районы, внутри которых никакого парка ты не сделаешь. Да, там есть детские игровые площадки, но это и все, и там больше ничего не сделаешь. Потому, я думаю, там сделать вот такой парк было бы хорошо, но одновременно, если вы идете с ребенком, ребенку 7 лет, или 5 лет, или 8, или 10 лет, ну, он же вам не будет там за руку ходить все время, да, ему надо чем-то заниматься. Так что, места там очень много, и там, конечно, для детей тоже надо что-то устраивать. Был конкурс по идее, какой должен быть вот этот лук. Там одни победили, потом они уже, как победители, давали более подробную разработку своего ведения, она была раскритикована. И вот на прошлой неделе, мы второй раз смотрели, опять было довольно много замечаний, вот они будут продолжать работать, опять будут, не знаю, через месяца 2-3 будут опять догладывать на комиссии по развитию. Тогда, когда мы увидим, что это, ну, достаточно отработанный вариант, где заказчик и исполнители пришли к единому какому-то мнению, тогда он будет отдан на общественное обсуждение. Так что, пока этот продукт не готовен для такого общественного обсуждения. Ну, сама идея, что вместо луга сделать красивый парк, я думаю, оправдывает себя. Ну, судя по вашему описанию, это довольно сильно похоже на то, что сам вот пользователь предлагает, То есть, это и природа, и какие-то отрывы. Ну, не надо противопоставлять детей и природу, да? Ну, вы поймите, вот если я с внучкой пойду, там, 4 года, да, ну, сколько она будет сидеть рядом со мной? Она хочет, что-то заниматься, ей надо предложить, это всем понятно, да? Ну, там будут уголки такие, где не будет этих участков, да, детских, ну, там можно, кто не может быть не любит детской шалости, да? Такие тоже есть, конечно. Для них тоже будет место. Да, да. В рубрике «Алло, Вентасбалс» прозвучал такой вопрос. Как продвигается решение вопроса между Вентспилснафтотерминалс и Вентбункером относительно установки оборудования для сбора пара? Да, действительно, нас очень иллюстраивает ситуация, когда пары, которые выделяются в перевал к нефтепродукту Вентспилснафтотерминалс, а также Вентбункера, когда переваливается мазут, что этот сбор этих паров не производится. Это делает только Венталтерминалс, там, рядом с Вентоманьяком, а эти не делают это. Тем более, сейчас Вентспилснафтотерминалс работает более широкой навигатурой ароматики, и мы это чувствуем. И потому вот правила территориального планирования, у нас занесены несколько зон, где проблемные с точки зрения окружающей среды, там нельзя проводить никакой реконструкции и строительства. В том числе, это и касается Вентбункера, Вентспилснафтотерминалс, зернового терминала, Вентспилс Терментибесост, либо консервного комбината. Ну там у какого-каких, у кого-то запахи, у кого-то дым, у кого-то пыль, да. Ну вот, и если и пока Вентспилснафто и Вентбункер не смогут предложить решение конкретное вот этих сборов этих паров и утилизации паров, они никакого развития не смогут получить от разрешения на строительство управления. Вот в прошлой неделе была встреча здесь с руководом руководства Вентспилснафтотерминалс. Они сказали, что у них есть вариант этого, как баржа на воде. Потому что они Бен Бункер и Вентспилснафтотерминалс не могут договориться о совместном сотрудничестве в этом вопросе. Но это не касается Вентспилсчанин, это их проблема. Это не должна быть проблема с самым правлением или Вентспилсчанина. Ну, значит, устно было рассказано, была показана там такая схема и так визуализации. Но мы хотим видеть более подробно, то есть там все нефтепродукты или часть только нефтепродуктов, в том числе есть там мазут или нет там мазута, ну и так далее. Нефть там есть, можно эти пары собирать или нельзя. и зависим от того, тогда мы, конечно, тогда будем рассматривать и разрешение на реконструкции и на строительство. вот, но мы, конечно, будем максимально стимулировать, чтобы такая система оборудования, сбора паров от нефтепродуктов перевалки, она была, и чтобы никто не чувствовал, что они там грузят. в принципе, мецполучание на это не интересует, но с условием, что это не мешает ему жить. Спасибо. Ну и в заключение, господин Леберс, как вы оцениваете праздник по случаю 723-го дня рождения Веспоса? Автор пишет, что ему очень понравилось, или ей, с каждым годом праздник становится все лучше, и автор не может дождаться какого-то уже круглого юбилея. Круглый придет, не так быстро. 730, да. Это через 7 лет. Да. К сожалению, мы все больше будем смотреть за это время, но кто-то будет заново новые растить. Ну, действительно, было много гостей, по оценке где-то 130 тысяч, это столько, сколько в прошлом году. Мне, правда, казалось, по количеству машин, что больше. Вот. Идея праздника была реализована. Децентрализация всех разных мероприятий, чтобы рассосали все по всему городу, включая пляжи, нам удалось. Вот. Салют был достаточно хороший. Вот. Ну, и мы вот на этой неделе будем анализировать под руководством исполнительного директора результаты. Ну, как всегда, есть удача, неудача. Нам важно выловить и удачное, чтобы не забыть, что получилось, ну, и неудачи какие-то, да. Может быть, они не все чувствовали это и не должны чувствовать, но организаторы, наверное, сами заметили, и том, что ягни, которые узковатощие были. Ну, вот, так что мы начинаем уже готовиться к новым праздникам через год. Ну, к слову, многие пользователи отметили, что был потрясающий вечерний концерт, вечерняя программа и салют действительно в этом году был. Да, я согласен, нам удалось. Правда, к салюту у меня есть некоторые там замечания, но, ну, конечно, Ямайка, из Ямайки были, так и мы ожидали, мы знали, что кто они такие, мы специально их взяли, вот, но до Ямайка там играли грузины свою музыку, но я думаю, это не совсем, тот репертуар и та музыка, которая для такого, к вечеру, перед завершением, главного, для разогрева, да, это немного для другого, это, я считаю, такая ошибка, вот, ну, и там еще были, барабанщиков, по-моему, было слишком много и долго они там играли в нем, и так, ну, это мелочь, надо учитывать их, там должны быть больше такие, ну, брендовская музыка, хиты такие, международные, латвийские, но они должны такие, которые, и исполнители, которые используют это, могут эту публику зажечь, зажечь и идти вверх, да. Ну что ж, большое вам спасибо за сегодняшнюю сессию, у меня вопросов больше нет, большое спасибо еще раз, и всего доброго. До встречи, до свидания.